Добрый вечер На самом деле мы завершаем премьерный тур фильма «Ржев», который уже с успехом прошел в городе Ржев, в Москве в это воскресенье. И сегодня фильм, наконец, в Санкт-Петербурге. Для нас это огромная честь и огромная ответственность быть дистрибьютором этого фильма, потому что создатели картины сделали все, что от них зависело. В сложных, в серьезных условиях, в суровых условиях был снят этот замечательный фильм. И теперь они как бы эстафетной палочкой передают его нам. И нам тоже очень важно не подкачать и организовать замечательный прокат, чтобы очень много людей в нашей стране увидели и смогли посмотреть эту замечательную картину. Уже расписано большое количество копий, свыше тысячи экранов. В стране стартует с 5 декабря. И у меня как у прокатчика к вам огромная просьба. Если фильм вам понравится, а я уверен, что понравится, пожалуйста, порекомендуйте его своим друзьям и близким, и знакомым. Спасибо. А сейчас для приветствия снова я приглашаю на эту сцену вице-губернатора Кирилла Владимировича, который отвечает за культуру. Поприветствуем, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Я не буду задерживать долго ваше внимание. Я хотел бы поблагодарить, во-первых, и съемочную группу, продюсеры, и все, кто поставил этот, снял этот фильм. И, наверное, никакого нет секрета, что в следующем году мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. И чем больше будет таких фильмов, которые рассказывают о войне, тем больше наших детей будут правильно воспринимать эту информацию. Потому что сегодня, конечно, идет в мире фальсификация войны, истории, и мы должны доносить об этой войне всю правду. Желаю всем вам просмотра и хороших впечатлений. Спасибо. Итак, мы приглашаем на эту сцену съемочную группу фильма. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, что вы пришли поддержать нас. Мы в своем родном городе. Для нас это очень важное событие. Фильм «Ржев» был очень сложной картиной для кинокомпании «Трикс Медиа». Но этот фильм очень важен еще в том, что это наш поклон людям, которые воевали, погибли в ржевских событиях, в четырех ржевских операциях в годы Великой Отечественной войны. Я хочу поблагодарить свою команду. Это еще не вся. 500 человек принимали участие в создании этого фильма. Конечно, условия были очень сложные, но я считаю, что моя команда справилась просто на ура. И еще я хочу сказать отдельное спасибо человеку, который является патриотом своей страны. И только благодаря ему и его команде этот фильм состоялся. Спасибо. И слово предоставляю режиссеру Игорю Копылову. Я и так сейчас превращусь в соляной столб, потому что, наверное, ты всю жизнь мечтаешь о том, чтобы это произошло. Когда это происходит, ты очень сильно волнуешься. Я не буду называть всю съемочную группу, потому что точно как-нибудь ошибусь, потом буду не спать несколько ночей. Это часть тех людей, которые 40 с лишним дней безвылазно были в окопах и честно отстояли, выстояли, сыграли. И даже, может быть, абсолютно точно будет сказать, что они не прожили эту жизнь. Многие из них взяли для того, чтобы сыграть эти роли фамилии, события, воспоминания, фотографии своих дедов. Мне кажется, что вообще лакмусовая бумажка, фильм о кино, это лакмусовая бумажка и проверка для любого человека, который занимается искусством. Я низко кланяюсь группе, потому что это был настоящий подвиг. Всем, всем, всем огромное спасибо. И последнее. Я бы хотел сказать, что иногда, знаете, режиссер находит тему, а иногда тему находят режиссеры. Я очень благодарен продюсерам этой компании, что они были настойчивы с этим предложением. И какие-то мои сомнения, мысли, которые не сразу дали мне возможность согласиться, они были настойчивы, убедили в этом. И я благодарен, что это состоялось. И последнее, что я хочу сказать перед тем, как вы посмотрите это кино, в зале лет ветеранов. Это только лишь потому, что сегодня вечером для некоторых людей пожилого возраста это не так просто. И принято решение, что мы отдельно соберем несколько сеансов, которые компания оплатит. И я надеюсь, что ветеранам, которых становится все меньше, они посмотрят этот фильм. Ну а среди съемочной группы, вы сами понимаете, самые красивые это художники по костюмам и гримеру, самые дерзкие это каскадеры и пиротехники, художник-постановщик самый элегантный, композиторы самые стеснительные, ревизиторы стоят скромно, артисты самые талантливые, от них все прет и еще с экрана это будет. Всех-всех-всех очень сильно люблю. Огромное спасибо и большая честь, что вы сегодня здесь. Спасибо. Сегодня нет Сергея Щеплова, который, вы знаете, к сожалению, он заболел и не смог прийти. От меня отдельное спасибо, но я думаю, ребята все благодарят, что он тоже принимал большое участие в создании этого фильма. Хорошего просмотра. Спасибо. Спасибо. Спасибо.